Как мы можем, в принципе, в Linux что-нибудь ставить? У нас есть несколько способов. Можем собирать из сорцов, скачиваем сорцы, делаем по инструкции. В конце мы делаем make, make-installed. Я сказал, что делаем по инструкции. Для разных сорцов, по-разному могут быть штуки. Получаем мы что? Программуля наша ставится, но при этом, как мы его будем удалять, непонятно. Как мы его будем апдейтить, непонятно. Самый такой нерекомендованный способ установки. Второй способ ставить прямо из пакета. Мы скачиваем RPM пакет, делаем RPM. Я не сохраняю себе межпаргалку. В общем, мы именно с помощью RPM. Видимо, мы будем дополнять друг друга. Я буду периодически... Аплодисменты, да? Я буду... Давай иногда. RPM используется, собственно, в RedHat, в позированных Linux, правильно сказать, в дистрибутивах. Linux, конечно. Вот. Утилита RPM. Есть еще распространенный другой тип пакетов DEP. Это в дистрибутивах, которые основаны на Debian. Там для установки пакетов используется утилита DPKG. DPKG-I. И название пакетов. Путик пакетов. Он поставится. Это немногим лучше, конечно, чем установка и сорцовка, да? Что можно апдейтить, смотреть, какие пакеты у нас установлены. Как бы, да? Более управляемость у нас появляется, да? Более удобно. Но... То есть система видит зависимости. И она знает, куда она в пакете указывается зависимость. Но не ставится. Они не ставятся. Наверняка есть параметр, чтобы установить зависимость. Но главное, что система знает, что куда она положила. Она знает зависимости. И можно легко удалить. Подожди. Я уже по-моему вообще не потребую за зависимость. Я... РПМ. Можно сказать другую. Да. Что-то я нас потерял. Продолжим. Вот. Да. Минусы. Мы уже поняли, да? Что мы не видим... Мы видим зависимости, но мы разрешать должны их вручную. Яв не умеет. РПМ не умеет их вручную, ну в смысле автоматически разрешать. Вот. Он не умеет автоматически апдейтить пакеты. Он... Ну у нас... В общем собственно все, да? Соответственно для этого, для большей удобности у нас появился именно пакетный менеджер. Менеджер управления пакетами. Который сам автоматом нам разрешает зависимости. Сам их может апдейтить, если у нас новые пакетики появились. Вот. Соответственно. Ям в Центесе. Ям в Центесе. Ям в Центесе. В Debian это apt. Есть, например... То есть в разных дистрибутивах могут быть разные, по-моему, в том же OpenSUSE это называется Zipper. Ну то есть кто что придумал. Ну самые распространенные, да. Ям и apt. В принципе идея у всех на самом деле одна и та же. Да? Просто более удобное управление пакетами на самом деле. Вот. RPM. А, Ям переводится как Yellow Dog Updater Modified. Когда-то говорят сто тысяч лет назад. Yellow Dog, если я не ошибаюсь, это какой-то дистрибутив. Или это какая-то фирма, которую купила когда-то RedHut и в итоге они теперь используются так. На самом деле RPM уже... Ям. Ям. RPM уже немножко старевает. Вот. Fedorio 22-й уже его заменили по умолчанию. Да? 22-й. Да. В 18-й у него Fedorio как экспериментальная поддержка нового пакетного менеджера DNF называется. Вот. А в 22-м уже его полностью заменили. Там идея в чем-то, что Ям у него есть несколько минусов. Во-первых, он работает на втором Python. Вот. Соответственно. А Fedorio уже полностью хочет переходить на третий Python. Да. За вторую версию. Вот. Плюс народ говорит, что для него очень плохо писать какие-то плагины, да. Или у него отразительные API. Вот. У DNF как бы все это есть. DNF появился как форк Яма в какой-то момент, да. От него отвезлился. И вот эти все минусы как бы он убрал. То есть в какой-то момент надо быть готовым, что мы посмотрим, да. У нас будет вместо Ямы DNF по факту. Хотя в Fedorio они пишут, что у нас будет просто типа замененные ссылки. Да. Мы будем писать Ям. Вот. А по факту у нас внутри будет DNF. И там будет какими-то мелочами отличаться. Вот. Что там еще у нас? Ям, да. РПМ. Когда мы ставим пакет с РПМ, нам надо его скачать самим. Да. Или указать ему какой-то путь. Или кто-то его взять. Ям берет пакеты из репозиторий. Да. Репозиторий это как централизованное хранилище пакетов. По умолчанию в CentOS минимальный вообще набор этих пакетов. Ну, репозиторий. Вот. Соответственно, левые какие-то непонятные репозитории не рекомендуется подключать. Вот. Да. Маленькое дополнение по поводу демена. Если в CentOS там базовый репозиторий он супер минимальный, то в Debian основные репозитории супер объемные. Там порядка 80 с чем-то тысяч пакетов в нем. Ну, кажется, все есть. Да. Там ни разу не столкнулся с чего-то. Чего-то там, по-моему, конечно же нет, потому что они заморачиваются на открытости и прочие такие штуки. Поэтому какого-то полузакрытого софта там может не быть. Но он, как бы, из коробки очень подъемный. Вот. Работа с репозиторием у нас защищена ключами. Да? Приватно-публичным. Ну, чтобы просто нам, понятно, никто не подменил пакет как-то. Man and the middle, да? Атака называется. Соответственно, не рекомендуется, когда вы подключаете репозиторий, да, указывается в настройках типа не обращать внимания на ключи. Вот. Понятное дело. В принципе, вот можно посмотреть, что там еще основные командочки Яма, да? Вот. Что мы там сможем? Установка, апдейт, поиск пакетов, да? Search. Ям все. Да. Хорошая. Надо придумать, что нам нужно поискать. Search. Да. Все. Да. Хорошая. Вот так. А еще отличие Яма от апт-кета, от апта, да? Когда Яму мы что-то ставим или делаем search или еще что-то, он автоматически обновляет репозиторию сразу же. А когда аптом, то нам надо сначала сделать апт-кет, апдейт, а потом уже что-то искать или ставить что-то. Ну, это по умолчанию, насколько я понимаю, днями можно создать кэш и потом уже его использовать. Если кэш свежий, можно его обновлять. пакеты. Окей. Ну, а здесь, да, по умолчанию. Что-то, да, прям печально. Можно, вопрос. Да. Можно пакеты, ну, как-то под себя править удобным способом. Ну, ставить пакеты и поменять как-то. Ну, не только там, а по ПТ. То есть, там, вручную установленные и нет. Что там сложно. То есть, если кэш помечать пакеты удобно. В чем идея? Ну, зачем? Пакетов не очень много, но не хочется обидеть, что я оставил. Либо просто базовые, чтобы все пометить каждого. Все базовые пакеты, которые будут, ну, извиняюсь, значит, изначально пометить как-то. Система управления. Вот мы дальше, если время останется, смотри, у нас получается, какая иерархия, да, вот эта, работы с пакетами. Сначала мы make it style, да, делаем этот самый, да, из сорцов. Ну, может быть, еще минимально, там, когда руками сами раскладываем, да, там, потом мы можем с помощью RPM оставить, потом мы можем ямом ставить уже, да, это такое. Дальше уже идут именно системы управления, да, Puppet, Ansible, Chef, там, с помощью всего этого ты можешь ставить пакеты. Вот. Мало того, что плюс, что ты ставишь пакеты, ну, ты представляешь, да, примерно? Вот. Идея в том, что, ну, как бы, один большой плюс, то, что ты, когда пишешь, поставь мне пакет, у тебя все это сохраняется. Ты открываешь просто свой рецепт, да, и ты видишь, ты видишь, что, где у тебя пакет ставится. И все. Ответ на твой вопрос просто. Больше ничего не надо выдумывать. Нет. Не обязательно. То есть, если ты имеешь в виду, что тут надекстовная машина, если ты поставишь пакет, то, чтобы помнить, где что? Нет, не обязательно. Папет прям, он же сервер, он же… Да? Ты можешь написать, я тебе могу прямо сейчас показать. есть. Есть локальные, что папет, что шеф, они могут работать локальные. т.е. на своей же машине. И… А чтобы поставить санкции, было вам вообще, там, вот, сервер. твой новый опыт и сервер. Так, давайте похоже про папе, да, сейчас про ям. Ям search, ну понятно, мы тут не будем ждать, это, ну, поиск. Там он покажет нам ям лист. Блин. А, ну вот он. Типа все, что, все, что у нас есть. А он не показывает ям лист статус? Нет, он показывает, в каком репозитории нам это доступно. Ну вот. А установлено или не установлено? Нет. А чтобы установлено, надо сказать ему ям лист статус. 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 Лет. Лет. Вот. Типа то, что у нас установлено. Смотри, там свет он действительно показывает. Что стоит на кипре. А, это просто стоит, это я собирал? Нет, нет. В полной диске он на цветном. А, со что установлено? Да, там сирене. Не, ну вон в гигантском списке, да. У нас просто есть все. Какой-то ям. Вот сирене. Ну да, стоит. Узнали что-то новое сегодня. Ну вот. Что еще есть интересное? Я не знаю, у апта, кстати, есть такое. Мы можем ставить сразу группы. у нас есть специальные подготовленные, так называемую, группы пакетов. сирене. Угу. 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 Это вот такое вот это дело и вирт менеджер. огромный список просто групп которые доступны нам для установки а потом ты говоришь группы стал группы стал и какой-нибудь да видишь а у меня нету переходим яму инфо а в аптеке есть чем-то в этом в аптеке есть чем-то там есть по множество пакет когда ты он в общем списке ты ставишь тебя остается как-то на боксе подручусь там есть и немножко я ошибаюсь что-то такое есть да похоже но там дальше у нас есть именно информация ям-инфо например вот ям-инфо ям покажет нам информацию про наш ям что у нас установлена по ям откуда она взялось что она установлена соответственно установка это ям-инстал удаление ям-ремов яму дает обновление группы на стол в аптеке ям-инстал удаление да ям-инстал удаление да обновление пакет ям-инстал удаление ям-апдейт ям тоже работаю если мы указываем просто ям-апдейт то все подряд у нас да а ям-апдейт и какой-то пакет вот он говорит что да у нас есть такой пакет смотрите мы видим что архитектура версия репозиторий я по умолчанию нас базовые репозиторий то когда подключен бейс но если на ней размерчик нет они у меня просто подключен еще один для по умолчанию апдейт сдай бейс по моему подключены и пел здесь и то есть в общем где-то у меня есть наверное пакеты все репозиторий у нас хранятся в каталоге и центра ям-репозди все остальное кстати да google олег потестит смотрите у нас как у нас подключается репозитор чеки да что мы делаем просто файлик вот например да где он там центр с бейс да репа вот с описанием репозиторий кладем его в ям-репозди вот здесь у нас указано имя репозитория мир раист четко набрать вот под gp чек проверка наших этих ключей до соответственно один ну включена до нолик выключена апдейте вот они и тут куча всяких еще мне репозиторий соответственно можем сделать как мы можем какой-то сделать свой репозиторий который доступен по сети да здесь создать просто на всех остальных серваках такой вот файлик который будет нашего репозитория просто но подключаться к ним да и правильно туда пакет мы туда будем вот создание кучу ям каши ям каш я не с ним клинка жилья ям клин а у яма так есть несколько на самом деле нет он дародок Хейдерс, пакетжерс, метадатар, кэш, кодинс, и т.к. Это имеется на счет того, что они практически все пакеты с дистрибутивом поставляют, но с Ялл, по-моему, нет смысла. Чистят? Ну да, они же, по-моему, вообще пакеты не в дистрибутив базовый не вносят. Буквариус, все-таки оно, много человек ширится временем. И может сложиться ситуация, когда тебе нужно еще немного не добавить. И можно попробовать почистить кофе. Ямклин. А что он делает? Он начитит все свои кэши, базовые, сохраненные каркеты. Все такое служение. Так. Ну что, попробуем что-нибудь собрать? На самом деле, собрать пакетик. Методов собирания, сборки пакетов, на самом деле, несколько. Стандартный центосовский способ – это RPM Build. Конечно, не самый простой, но самый гибкий. Еще есть, называется управлялка FPM. Не по-моему, переводится. Который позволяет нам собирать RPM пакеты. Все. По сути. Нет, ну, не только RPM пакеты. Они могут там сорцы, да, мы можем там просить, чтобы он какой-то файлик нам куда-то положил при установке. Просто, да, там еще какие-то такие штуки. Вот, там можем много чего делать. Сейчас, FPM позволяет нам собирать любые пакеты. Ну, очень большое количество пакетов. Сейчас, где он тут? Есть. Чувак. Fix Fatal. Все сломалось. Миссинг риквидит S4. Ну, а он говорит… А, Health. А, и… не знаю, на чем написано. В общем, очень чертовски удобная штука. Есть. Есть. Поддерживается. Вот, смотрите. Package Type. VirtualM. Solaris. Pkgin. Puppet. Tech. Pen. Depp. Massage. Zip. Gen. Gen. Dirk. OSX Package. Много чего можно с того еще не воспитать. Давайте сначала посмотрим на RPM build. Смотрите, RPM build. Как рекомендуется делать? Конечно, на живой системе. Ну, как на какой-нибудь production. Дальше не надо собирать. Надо отдельно какую-нибудь талочку замутить. Сделать отдельного пользователя. Вот. И уже под отдельным непривилегированным пользователем, чтобы ничего не поломать, да, уже рекомендуется там создавать. У меня пользователь уже должен здесь быть. Вот так он называется. built. Почему нет? А, иное. А, такой есть, да. Очень хорошо. crystal cloud�ed. Вот. Ну вот. Сmarket. Вообще. Давайте, давайте что-нибудь какой-нибудь пригодится. Так. Первоначально, ну понятно, что это надо поставить RPMBuild, там надо кучу зависимостей, все это понятно. Дальше мы поставили RPMBuild, сделали пользователи, за него зашли. Нам надо сделать так называемое RPMDevSetup3. Сейчас я расскажу. Смотрите, RPMDevSetup3 создал нам дерево директорий, в которое мы уже кладем определенные файлики, чтобы у нас там пакетики собрались. У нас есть директория build, в которой у нас будет складываться наши RPM, сорцы, именно куда мы кладем то, из чего хотим собрать. Specs. Сюда мы создаем отдельный файл, называется files.spec. Я не так правильно называть, но спек, да, спецификация. По факту, это один из самых главных файлов, да даже самый главный файл, в котором мы описываем, что и как нам делать при сборке пакетов. Соответственно, мы можем либо этот спек просто откуда-то скачать уже готовый, либо попытаться его там писать самим. Вот. Еще вот такой читерский метод, нужно распутывать какой-то пакет, похожий на онлайншек, и использовать уже его. И для того изменения. У тебя похоже. Так, для простоты эксперимента, давайте сделаем просто там минимальный пакетчик, который нам сделает директорию просто где-то там. Да, при установке нам будет создаваться директория, чтобы было очень быстро, чтобы мы за сегодня успели. Так. Да, извиняюсь, перебивают. В пакет можно создать бинарный кейл из исходников, которые попадут в пакет, и при установке пакета будут устанавливаться бинарными. Но при желании, если вам нужно буквально разложить несколько файлов, тоже можно создать пакеты уже с готовыми файлами, пакеты устанавливаться просто и скоперить в директорию. Так, когда первоначали, мы должны создать, конечно, сорцы, из чего мы все это будем делать. Да. Встаем сорцы. Какая-то тест-гир. А, ну и какой-нибудь файлик там запилим, да? Тест-гир. Тест-гир. Все. Ну, мы создали сорцы, да, мы сделали дерево директорий, да, и создали какой-то файлик с тестовым содержанием, да, который, по идее, у нас при установке пакета должно создаться вот это вот дерево директорий. У меня оно будет создаваться в home root, я не знаю, в общем, пускай оно будет, да, и в этом в home root у меня должно появиться вот этот вот тестовый файлик с содержанием тест-тест, да. Не знаю, зачем это может быть спинадом, ну, к примеру, там, да, установка вот тех же самых репозиторий подключения, да, почему нет? Создать вот этот вот пакет, который будет нам ставить, настраивать репозиторий, удаленный какой-нибудь. Создать какой-то, как это называется, шаблон нашего спикера, мы можем создать какой-то, как это называется, шаблон нашего спикера. У нас есть специальная командочка, рпм нам в этом помогает, рпм-дев, рпм-дев, нью-спек, и какой-нибудь тест.спек. У нас появился файлик, который мы сейчас можем подредактировать. Соответственно, имя нашего пакета test.dir, версия с 1, релиз мы можем сказать, будет, какое-то описание там. И на самом деле вот эти вот все штуки, он хочет, чтобы они были, да, и все это надо запомнить. А у тебя будет поле лицензии отображаться в пакете. Я не помню, где, а, это помню, модуль, инград, да, что-то у тебя лицензии отображаются в пакете. Кто там ограничений, он помнит. Не знаю, честно. А, сожди, а мы... Припустили один шаг. Рпм-билд нам хочет собирать не просто из сорцов, да, и создать эти папочки в директории. Мы должны их собрать в tar.gz. Тогда он подхвачит нам и соберет пакетик. Поэтому нам... Давайте сейчас напишем тест. Дир. Сейчас заполним, а потом создадим их тогда. Так. Requires нам не надо. Да, нам ничего не надо. Description. Description. TestFilling. Так. Дальше мы уже указываем, да, какие-то параметры, которые будем собирать. Вот он говорит, если у нас были сорцы, он говорит, там, make, да, вот этим нашим сорцам. А, нам это ничего не надо. Мы все это удаляем. Мы пишем... Что нам надо сделать? Нам надо в директории. makedir. msp. Где указывается? А, это директория fm. Вот это вот билд, который. Угу. Так. Install нам не надо. А, это и был install. Это был install. Так. Build конфигурен нам не надо. Так. Так. Это у нас осталось. И. Random. Okay. Random. change log. Надо. Так. Что мы забыли? Нам надо создать тест. вот билдер. gz. И. gz. Текст. И. gz. fx. px. и. gz. гz. вот так что можно попробовать собрать вроде успех подготовили сделали рпм билд теперь будет у нас свои минус bb минус bb честно я до конца не понял почему там у него есть опции сборки пакетов да там bbb вот и не хватило мне времени разобраться с этим делом и дальше мы должны указать что мы собираем спектр и наш тестовый файл если все окей ваше соберется может может не собираться об это access статус все плохо так чем сходили собирали а тест дирк тире один почему тире один не тогда я о чем гостях а он гибкий пункт мнение он на процент чтф и мне нет нет король тут то есть он то что он пытается этот пакет называть имя пакета тире версия вот сейчас он мне кажется ровнется я не понял как это убрать перевиновать ну вот я сейчас убрал ну не в смысле не номер а вообще поле версии кстати можно попробовать я думаю что вам захочет все таки версию и папа перевиновать да да версия вам захочет давайте попробуем или я так хотел когда первый раз я был у меня самый простой способ да перевиновать ну мне круто же да версия можно писать нет он тоже скажет запомнили версия версия 1 версия 1 переменал и нет нет сейчас там один спек да здесь так можно попробовать собрать о похоже да и так что да 4 потом наш сир вот name тестер вершин там проливали в общем все что мы заполняли да все у нас это можно попробовать теперь пойти и поставить я нажмите а у меня есть надо делать просто уже экспериментировал умрут так я мы стал миллер прям он стал он пин м Так, конфликт с веществом файл, точно, я уже, ну, там, ремуш, там, да, билет. Сверхлитетерный процесс. Да, да. Ну, в общем, я думаю, что понятно, что у нас пакетик создался. А, можно посмотреть, вот это вот то же самое, на самом деле, тест x864, только я здесь как-то его по-другому вставил, что у меня название осталось. Крп-минус. Крп. Компликс. Все, не хочет. Ну, ладно. Ну, вот, не, конечно. Смотри, я в камень, вот так, вот, все. Так, 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 конфликс. Лист. А, вот, форс. Поставим. Да. Воу. Все получилось. Да. В нашей директории создался форекс. В нашей директории создался форекс. Директория бы тоже, по идее, должна была создаться, если бы ее не было. Потому что такой же директории нет в помощи. Ну, вот. А теперь мы посмотрим, как создается пакетик с помощью fpm build. fpm. Не fpm build, а fpm. Смотрите, пишем fpm source. Из чего мы будем собирать? Мы будем собирать из директории. Минус ttip. Что собираем? fpm. Минус, например, m. Вот. Ну, это просто дополнительный параметр. Потому что это я буду. Можно писать. Вот. И имя какое-то ему пакет можно задать. Дальше показываем уже, раз уж мы указали, что из директории, указываем ему директорию. Из которой собирает. То есть директория у нас уже должна быть подготовлена. Вот. По идее, мы можем как сделать? Директорию либо руками, как мы сейчас сделали, да? Либо можем скачать сорцы, сделать им конфигуры и конфигурации по многим сорцам. Можно указать, куда им ставится директорию, да? Какую-то типа tmp, какую-то директорию. Вот. И уже fpm натравить на ту директорию. Вот. Что там у нас? Что там у нас? Да. fpm build. sources. Смутсис. 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 Тест. Диродин. Хоум. Тест. Ага. И куда ставим мы это все дело? На самом деле мы будем поставить хоум. Рут. Тест. Все. Да, да, да. Короче, вот он, да, 2028 мы создали пакет. Сколько мы просто создавали там? Да, полчаса у нас ушло. Вот fpm это делает. Ну а, tmp, я к нему нужен. Ты все указал, параметры. Типа чего, куда ставить, какой пакет там. Понятно, что дополнительные, вот если мы посмотрим rpm-quip test. т.е. если ты можешь направлять на него смотри если смотря на счет какие-то сорцы вот ты можешь ты можешь какая-то проба ты можем ускорить конфигуры install там в директорию и сделать так же из директории собрать пакет если у тебя например точно знаю про питона я так делал когда питоновские сорцы ты ему говоришь source питон и натравливаешь его на установочный скрипт в сорцах и он тебе собирается не в принципе он все может ты видел там огромный список пакетов ему главное какую-то информацию дать что типа тут мы директорию дали там у нас ты ему указываешь просто типа установочный скрипт выдачу откуда брать и все соответственно вот он нам все эти штуки он сам заполнил там на версии но просто из головы вендор как туда ну главное и ну блин чертовски быстро и удобно ну да да вот я хотел сказать наверняка там можно написать но если честно у меня не было столько параметров да что можно было потом специальный конфиг это когда помещать и вот в принципе мне хватало этих почему такие вот его он умеет и такая же но чуть-чуть по моему попроще а так нам надо еще под этим собрать собрали а вдруг он работает да так а не так что тест вот почему два раза почему один раз или это у меня пакет может быть мы не в той директории я наверное его собрал и там же и потом отсюда все удалил ну давайте мы сейчас да так и было а тот у меня остался просто от этого пакет вот то что на два раза так прошло еще чуть-чуть про ям ну про да в этом спеке либо в спеке либо fp он тоже умеет минус d и указываешь какой пакет можно какой-нибудь а тут интернет все равно нет вполне можно сделать вот чуть-чуть про папе да там совсем чуть-чуть можно сделать то же самое ну в чем минус вот такой ерунды на самом деле а может это ерунда просто ну как бы оставить файлик из пакета даже если там какие-то конфиги может быть там кому-то удобно да там поставил в принципе я устал там да и поставить но если мы хотим какие-то изменения еще чтобы туда внести вот конечно всегда лучше и ну как бы и нагляднее нам написать какой-то ну к примеру папе твой рецепт просто в основном с папе там я работаю поэтому ну вот папе вот у нас есть папе твой файлик папе у них расширение . пп ну вот откуда так пошло мы пишем на файл какой файл сейчас мы напишем что он там же да хома хомрут мы ему говорим сначала скажем файл какой файл хомрут ensure презент убедить что он есть а форса наверно нам не надо здесь форс нам нужно если перезаписать его ну давайте сделаем тогда чтобы так же было у нас как контент т 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 и теперь мы делаем папе т 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 все он говорит файл кредит все хорошо но посмотрите что он там из этапов то же самое удобно чем? удобно тем что у нас по факту во первых до все наши вот эти системы централизованного управления они нам делают что мы но почему это лучше чем скрипт какой-то скрипте мы описываем шаги когда зайди в директорию в директории создать там файлик там и файлик запиши что-нибудь если директоре нет он обломается если вы не добавили проверку еще что то есть мы говорим побед убедись просто что он есть все в этой директории должен быть файлик если это директор нет он ее создаст да если там этот файлик есть мы можем написать force там да он его перезапишет и пожалуйста запиши контент туда вот такой все очень удобно это плюс во-первых мы указываем не то что надо сделать а то как должно быть куда это немножко другая такая надо понимать и все вот эти вот что шеф и что он себе куда мы всем указываем именно не что сделать а что должно быть плюс это хорошо тем что все эти системы управления вот поддерживает множество дистрибутив очень часто нам ну конечно в каких-то там есть прям совсем различия большие дать это надо указывать что для одного дистрибутива там пакет так называется другого так по факту мы можем писать дистрибутивы независимые да вот какая разница на каком где у нас там каком риноксе это будет запущен большому счету наш рецепт вот и плюс папит сам понимает какой-то дистрибутив соответственно какие там тебе команды и он там внутри сам все это делать нам не надо заморачиваться плюс удобно что это наглядно вот это у нас по факту получается как раз сегодня говоришь как история наша до наших действий всех соответственно если этот еще папит у нас давайте ему версионирование какой-нибудь гид там туда его положить да или еще что-то будет вообще замечательно точно так же с помощью папита можно отстроить пакеты естественно папита можно в его рецепте указать директорию с файлами положить туда пакеты если это какие-то твои личные сложные пакеты ты можешь создать 1мп и в рецепте указать что если это девиант то поставить вот этот пакет если на это все наложить а там уже репозиторию расположу разложить те придется 2 репозитория при этом ты я может даже лучше ну в общем вот наверно это все что с давайте